Ярый сторонник Лукашенко Николай Вакулич получил два года химии за то, что 5 января ударил врача скорой помощи по лицу, после чего у медика случилась черепно-мозговая травма. Причиной нападения стал тот факт, что медработник выступает против нелегитимной власти. Интересно, что после этого выпиющего инцидента пьяного ебатьку даже не задержали, а просто вывели из здания больницы. Ударивший медика оказался водителем школьного автобуса. Вскоре после конфликта его уволили. Во время слушания дела судья признал Вакулича виновным в хулиганстве, и теперь ближайшие два года он всё же проведёт в исправительном учреждении открытого типа. Нападавший также обязан выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 500 рублей. Интересно, что когда противники режима просто выходят на мирные акции протеста или, к примеру, пишут комментарии под фотосотрудников милиции, сроки против них применяются куда более строгие. Незаконная власть даже не пытается скрыть продолжателем, какой идеологией она является. В Главном управлении юстиции сдали указ, по которому Светлану Тихановскую, Павла Латушко, Антона Матолько и других белорусов, заподозренных режимом в якобы терроризме, ограничили в имущественных правах. Это значит, что теперь они не смогут заключать любые сделки, то есть продавать, дарить и завещать всё, что им принадлежит на территории родной страны. Эта ситуация возвращает нас в 20-30-е годы прошлого столетия, когда начались массовые репрессии над так называемыми врагами народа. В те времена это называлось раскулачиванием. Дома и хозяйства, на которые люди зарабатывали собственным трудом, изымались у них коллективное пользование. А самих владельцев, которых большевики именовали кулаками, расстреливали. Именно такой политики придерживается и Лукашенко. Уничтожить всех неугодных К-класс, а их имущество, вероятно, достанется самым преданным чиновникам. От того, что идеологи режима решили ввести свой новояз и назвали кулаков террористами, суть происходящего совершенно не поменялась. Увы, самая позорная страница истории, которые никогда не должны были повториться, стараниями нелегитимного разворачиваются прямо на наших глазах. Октябрьский суд Могилёва вынес приговор двум блогерам канала. Народный репортер Сергей Петрухин и Алексей Кабанов получили по три года лишения свободы в колонии общего режима. А также штрафы в 1500 рублей в счёт компенсации морального вреда пострадавшим слугам режима. Этот процесс отметился не только традиционно нелепыми формулировками состава так называемого преступления, но и форменным издевательством над подсудимыми, которых отвезли на другой конец страны из их родного Бреста. А родных и друзей, преодолевших это расстояние, чтобы поддержать Сергея и Александра в зале суда, туда просто не пустили. Видимость якобы открытого судебного заседания сделала приглашённая силовиками массовка. Для настоящей группы поддержки мест не нашлось. В итоге Петрухина и Кабанова заочно обвинили в организации либо участии в массовых беспорядках. Суд решил, что на оглашении приговора их присутствие не обязательно. Таким образом, мужчин лишили ещё и последнего слова. Отметим, что это право им гарантировано законом, но, как мы помним, режиму… Иногда недозакону. Всё больше стран отворачивается от Лукашенко и отказывается от сотрудничества с белорусскими предприятиями. На днях немецкая компания Helm AG отказалась от покупки продукции «Гродный азот», а следом за ней Украина начала рассматривать идею отказа от белорусской техники. Правда, связано это с тем, что украинский бизнес хочет поддерживать отечественных производителей, а не белорусский экспорт. Началось всё с отказа львовской администрации покупать автобусы массов. Мэр города Андрей Садовый заявил, что Украина не имеет никакого морального права поддерживать режим Лукашенко. Кроме того, ранее украинские власти заявили о намерении вести санкции против белорусских бизнесменов и чиновников. Как говорится, живи Беларусь, слава Украине! Что делает антинародная власть, когда в стране не хватает медиков, продолжает их увольнять? Именно такая история происходит сейчас в Кобрине, где ситуация с детскими врачами близка к критической. На этом фоне произошло очередное политическое увольнение педиатра Юлии Рафалович. Медика лишили работы по статье из-за якобы прогулы. В действительности женщина отсутствовала из-за административного ареста. Жители города собрали почти тысячу подписей под обращением с требованием оставить врача в покое. Однако чиновников, ответственных за увольнение, мнение граждан совершенно не интересовало. Отметим, что в последние недели произошло немало аналогичных громких увольнений врачей по политическим причинам. Среди них известный столичный невролог Руслан Бадамшин, который провел под арестом в общей сложности более 60 суток, кардиолог Елена Баранова, оскорбившая о комментариях чувства ебатик и стоматолог Наталья Любецкая, которая училась в одной школе с Игорем Макаром. Также под каток репрессий попала врач лабораторной диагностики из Минска Ирина Беньковская. На женщину составили протокол по народной статье после того, как она прошла по городу в красном пальто и белой блузке. На днях представители Госатомнадзора заявили о том, что на территории Беларуси будет построено хранилище для отработанных ядерных отходов с БелАЭС. По имеющейся информации, низкие среднеактивные отходы будут храниться на территории самой станции в течение 10 лет. В дальнейшем их направят в Россию для переработки, после чего радиоактивный мусор, который подлежит длительному хранению, вернется на территорию нашей страны. Именно к этому времени, то есть к 2031 году, в Беларуси должен быть построен ядерный могильник. По словам представителей Госатомнадзора, за 60 лет эксплуатации островецкой АЭС образуется до 70 кубометров низко-средне-высокоактивных отходов. Для их хранения потребуется резервуар размером с куб с высотой сторон 21 метр. Это эквивалент семиэтажного здания. В настоящее время идет выбор площадки для строительства. Чиновники обещают провести общественное слушание по этому поводу. Однако существует большая вероятность того, что, как и в случае с самой АЭС, ни к мнению общественности, ни ученых, которые выступают с критикой, нелегитимная власть прислушиваться не станет. И это всё на сегодня. Не забывайте подписываться, ставить лайк и писать комментарии для продвижения этого видео. До встречи завтра и Жыве Беларусь! Субтитры создавал DimaTorzok